Друзья, у нас сегодня замечательные гости на Игроконе 2019. Это люди, которые создали Флакс и Лунаси. Это семейная пара Луни. Что вам понравилось у нас на фестивале и что вам понравилось в стране, когда вы впервые увидели и вам понравилось? Как вам понравилось у нас на фестивале и что вам понравилось в России и Москве? Ну, я понравился у нас на фестивале, что все люди, которые показывают нам их любовь, как они любят наши игры. Моя любимая вещь в Москве – это космонавт-мюзиум, который мы приехали вчера. В Москве, в России, меня очень впечатлил музей космонавтики, в котором мы были вчера. Спасибо вам большое за ваши классные игры. Что вы можете посоветовать тем, кто хочет придумать свою игру? Спасибо большое за ваши хорошие игры. Вы можете предложить ничего для молодых игровых дизайнеров, которые готовы создать свои собственные игры? Много играйте, набирайтесь опыта, а потом соединяйтесь со своей креативной душой, своей креативной частью, чтобы создать что-то хорошее. Какого работать вместе в этой индустрии? Кристин, в первую очередь этот вопрос к вам. Кристин, у нас есть вопрос для вас. Какое для вас сделать это, чтобы создать все вместе? В самом деле, Андрей дизайнеры игры, и я веду компанию, которая продает все наши игры в США. Я участвую в игре-тестинге и в дизайнере, но он делает игры, и я делаю все остальное. У нас все четко разделено. Энди отвечает за креативную часть, а я руковожу компанией, которая продает и продвигает наши игры. Я тестирую, я играю, я тоже участвую в создании, но он ответственен за креатив. Хороший продюсер — это сила. И хороший продюсер — это сильная часть каждой компании. Расскажите, какая игра была для вас самой сложной в разработке? Что было самое тяжелое в разработке и какой игры? Какой из ваших игр был самый сложный, чтобы создать? Я думаю, что я бы сказал «Крононавтс», это игровая карта, который еще не переводится в русский, но это очень сложный, исторический игр, и который, я думаю, самый сложный для меня. Вы согласны? Крононавтс, я бы перевела это как «Крононавты», да, как-то так. Одна из самых крупных, самых больших и самых тяжелых игр, которая действительно и для самих авторов является сложной. Какой самый сложный вопрос вам задают фанаты? Какой самый сложный вопрос из ваших фанатов? Какой самый сложный вопрос из ваших фанатов? Я думаю, что, когда люди спрашивают, чтобы мы опубликовали свои игры, и мы только опубликуем свои игры, так что это всегда сложный вопрос. Сложно отвечать «нет», когда человек хочет, чтобы мы опубликовали его игру, а у нас политика компании, что мы опубликуем только созданные свои игры. Насколько я знаю, на обложках и на иллюстрациях ваших игр всегда присутствуете вы. Почему так? Важно, что вы любите представить себя в ваших играх. У вас много фотографий, много фотографий из вас, в ваших играх. Скажите нам больше о том. Это правда, да. Например, в «Зомби Флакс» мы имеем себя как друзьями, и в этом игре мы поставим себя как айконами, и, я не знаю, я думаю, что мы вовремя, но кто-то должен быть друзьями, а почему не нас? Ну, как-то так получается, что да, действительно, и во «Флакс зомби», и в «Лунасе» мы поставили себя и много изображений нас в играх. Ну, как-то так вот получается. Ну, а почему бы и не нас туда поставить? Расскажите, у вас еще же есть специальный ритуал, как вы подписываете карты? Да. Расскажите мне, пожалуйста. Расскажите мне, пожалуйста. Да, пожалуйста. Расскажите мне одну? Расскажите мне. Расскажите мне одну из этих специальных аутографов, которую я поставлю на аутографы. После чего я могу аутографировать ничего, чего вы хотите, чтобы мне аутографировать, как в игре. И, после чего вы спросили, я вам сейчас даю вам одну. Какой твой имя? Я думаю, что это будет переводить как «Саймон». Саймон. Привет, Саймон. Привет. Спасибо большое. А вот это мы разыгрывать не будем. Мы обычно все ништяки разыграем, этот не будем. Да уж. Переведешь? Обычно мы делаем подарок на нашем YouTube-канале, но этот не будет подарок. Это у меня. Я не подарок. Извините. Извините, ребята. Текст на карте говорит о том, что вы получили, когда вы встретили инвентарь «Флукс». Текст на карте говорит о том, что вы еще должны похвастаться, как вы встретились лично, какова была ваша встреча с Энди. Так что… О, я буду. Я буду делать. Я даю вам еще одну карту, которая просто есть «hello» на ней. И вы можете дать это кому-то, кто-то, кто-то. Я только что дал еще одну карту, в которой просто есть «hello». Но это для того потрясающего человека, который поучаствует в розыгрыше. Спасибо большое. Какой вопрос вы бы задали нашим зрителям и посетителям фестиваля? Какая будет ваша вопроса для посетителей, для людей, которые смотрят нас? Возьмите к кону и играйте с нами. Это не вопрос. Это не вопрос. Следующий флаг нам стоит сделать. Как бы продлить нам эту серию? Базовый, «Ктулху», «Зомби», «Звездные войны». А что дальше? Давайте так. Кто из вас придумает самую классную версию «Флакса», которую должны придумать семейная пара «Луни»? Тот и получит эту карточку в подарок. То есть, единственный человек, который с лучшей идеей для экспансии «Флакса», будет получать эту карту. Вы выберете для нас победителя? Вы выберете для нас победителя? Вы выберете для нас победителя? Конечно. Вы выберете для нас победителя? Нет. Кто будет нам дать свою опцию? Безетю для следующего матча. Мы хотим выбрать. Мы рассмотрим идеи и выберем победителя. Окей. У нас есть лист для вас, и вы выберете. Спасибо большое. Нам с удовольствием помогут выбрать победителя. И, наконец, короткий вопрос. В какую из игр, которые вы никогда не видели, вы бы здесь хотели сыграть? Какой игр, который вы никогда не видели, вы бы здесь играли? Дальше или в сутки. У нас есть листья, как сегодня или в сутки. Ух. 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 Мы узнаем много игр здесь, на шоу, но, пожалуй, сыграли либо в Gravity Falls. Рик и Морти тоже интересно выглядел. Спасибо вам большое, спасибо, что приехали. Мы очень рады, что вы приехали к нам на фестиваль. Спасибо за ваше интервью. Мы с большим удовольствием с вами пообщаемся. Все наши посетители и все наши зрители напишут вам и постараются вас встретить. Спасибо, вы замечательные. Спасибо большое, что вы здесь с нами, что вы посетили нас, что вы посетили Москву, что вы посетили игрокон. Мы очень рады, что вы делаете. И спасибо за эту интервью. Мы надеемся, что все придут и дадут вам больше любви, чем вы получите. Спасибо большое. Мы были хорошие времена. Спасибо, что мы с нами. Спасибо. Это было круто. Это было эксклюзивное видео с Кристином и Андреем Луни. Спасибо большое. До свидания. Пока. До свидания. До свидания. До свидания.